итак ребят всем привет сегодня у меня необычный будет видео сюжет отправился я на одну заброшенную фабрику раньше здесь что-то было кое-какую информацию нашли сегодня мы с юрцом как обычно как зима наступает мы с юрцом по всяким развалинам заброшком собираемся что-то делать итак ребята мы все продолжаем обследовать здание позади меня еще пару зданий и по дизайну вы сами поняли что это действительно советское время здесь это местечко у нас вымерла совсем совсем недавно благодаря новым как говорится людям которые заступили на пост и разорили одно из самых огромных советское время фабрик эта фабрика занимала второе место по всему советскому союзу территории здесь просто огромный сейчас остались вот такие вот брошенные места некоторые как вы видите заборы стоят новые и там уже своей деятельностью занимаются новые организации то есть на этой фабрике сейчас наверно 4 или 5 различного рода структур работает здесь и бетонный завод и медь обрабатывают и в общем очень-очень его может конечно все плачевом состоянии ничего интересного здесь найти нельзя но единственное можно пошататься какие места многие любят заниматься сталком по брошенным здесь документации еще осталось сейчас посмотрим час документация так год 85 85 года литература здесь ну да в принципе 84 83 приказы от жигулевской птицефабрики вот такие здесь еще остались документы 81 вот как раз в этих годах 85 86 год и произошла развальная правительство и все стало здесь все разрушаться плачевно плачевная история очень богатого места и с нашел очень интересный вес чё там а юрия смотри сколько трубочек ты там трубочки мелкие всякие собрал здесь смотри сколько не а там чё не годы что тут такие же палочки трубы почему забыл забыл как в 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 какие-то бочки на бочках надпись кислый остров чит какая-то химия тегом куда муж какая-то лаборатория здесь было потому что очень много документов бланков всякие пробирки мензурки всякие вот такие вот заборы анализов кровь и все прочее потому что возможно птицу здесь как-то лечили прививки делали им анализы полно всяких вот пузырьков потому что птицы очень большие имеют болезни и за этим здесь следили не желаете беленький порошочка желтенького сколько таблет таблетки прям брошу в таких вот кучках че у нас за таблетки такие из-за на азит чуть такое от чего почему и зачем министры медицинской микробиологической промышленности цена 1 рубль 22 копейки такие вот таблеточки кто знает для чего отпишитесь интересно целая коробка таблеточки здесь нехило хочу за бланки карточка складского учета материалов от складу склад медикамент вот это помещение а вот это подвальное помещение возможно было у них как холодильник интересно туда другой вход есть нет различного рода здесь плакатная агитация советское время очень боялись войны и здесь вот такая вот информация действия населения при угрозе нападения противника такие вот действия надо было предпринимать ладно двигаемся смотрим корпус номер партия номер ветеринарный уголок фильтр от противогазов так где тени был вот здесь вот помещение как вы видите а в нем я не был надо посмотреть вот 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 ну второй этаж чердак интересное перекрытие смотрите какое еще привет а ты на чердак ходил туда есть проход вообще чердаке был ты на чердаке был говорю кругом валяется лекарства вон там еще одно здание сейчас авто здание проникнуть посмотрим что так ребят здесь еще несколько зданий здесь забор у нас и там существующая организация действующие здесь вот еще несколько пройти бы на крышу на чердак был вообще зачетно потому что зачастую на чердаке складывать ненужные вещи во военная обувка вот здесь ребята разделали кабеля в добыче алюминия и chances меньше и ну сейчас там нет здесь ничего интересного нас не ждало жалко так там еще по моему здание есть да вон еще одно здание так что сейчас в него тоже сходим посмотрим ты и рис не видел на чердак вход есть нет нигде потому что чердаки зачастую как ты сам знаешь бывают достаточно интересные находками так сходим вон туда он сейчас будьте интересно так ребят пробираюсь ездить еще одно здание кругом валяются противогазы такое ощущение как здесь готовились к химической войне так вот здесь печь была наверное котельная было все-таки отапливали помещение берет здесь нет ничего интересного все в таком виде знаете как я не знаю после ядерной катастрофы все в таком знаете стены смотрите как краска жутко конечно в таких местах попадать знаю что когда-то в свое время здесь была кипела работа но спустя 60 лет все упало вот в такой вот упадок жутко конечно самая процветляющая была организация в советском союзе самая практически крупная мясом снабжала просто всю страну сметлоискателем здесь конечно ходить невозможно и думаю что даже не стоит ладно возвращаемся там очень много еще помещений которую мы наверное заскочим итак ребята решили все же проверить что у нас может быть в этом чердаке как я говорил много можно интересно найти и юрец решил все-таки залезть посмотреть юрец всю свою массу распространяй на обе ноги на одной не стой потому что здесь у нас шифер и он у нас хрупкий и вот юрец пробирается на чердачок ладно пусть он там сейчас осмотрится если что интересно конечно нам сигнал даст и мы заснимем что он там нашел так ребят у нас появился юрец из темноты и говорит что там нифига ничего нет кроме фекалий даю ряд все давай распускайся и к машине еще несколько зданий зайдем посмотрим такое наверх что ли ну ты же говорит что здесь нет ничего может и на том ничего не будет а как сюда залезет здесь здесь то здесь то ладно по деревьям а здесь то ладно юрец предлагает еще туда залезть не знаю как у него получится с этим но я думаю надо все-таки передвигаться я смотрим интересное будет я думаю чего-нибудь просто так бродить и снимает вам нашу архитектуру думаю интересно никакого нет вы хотите наверное что-то интересное действительно такое древнее или зловеще или ужасно но пока этого ничего нас нигде не ждет смотрим итак ребята это нужно вам показать смотрите стоит срезанный ствол дерево это нас липа и вот смотрите я сначала думал что-то обман зрения что ли смотрите на самом деле в центре вот такой грибочек призрак рос вообще ништяк ништяк ерец пошел вон туда вон в будку не знаю чем там интересно найдет если чё то там есть то уже давно срезали и забрали так он смотрите он еще правда за территории существующего имеется еще несколько зданий очень старых судя по кладке кирпича и дизайном не знаю увидеть или нет но вот смотрите видите лепнина и верхняя часть здания имеет такое знаете строение как бы советское раннее советское время чё там я есть интересно ну поехали тогда это давай все сейчас отправимся туда там еще есть несколько зданий и посмотрим что у нас там может быть и так ребят подъехали мы наверное все таки к центральному комплексу а именно смотрите столовая почему центральная потому что центр считаю всегда был столовским здесь столовая там еще какие-то здания позади еще и у здесь вот тоже вот старое здание но к сожалению его у нас прибрала к рукам фирма так сейчас зайдем в столовую пообедаем или позавтракаем посмотрим здесь тоже наверно все у нас как и везде за страна ожидать что-то сенсационное наверно не стоит ох смотрите царь зажигалка вот это зажигалка смотрите офигеть смотрите офигенно здесь вот фонарик работать нет да прикольная зажигалочка идем и смотрим нас что интересует это центральный был обеденный наверно зал а здесь уже где белая плитка это наверно было кухня до салат надпись салва сейчас мы походим это наверное мясной цех была как как это надпись кудряш хочет наивысшую оценку за игру не ограничивая то он будет послание так это на склад весь как и как я и думал естественно написано куры мясо мясо есть разделочный цех был мясной все почистую все почистую и вырвано все с мясом не пью сегодня пью нету так а здесь у нас сегодня какой-то подвал какой-то увидел я ступеньки вниз не знаю сейчас посмотрим оценим отчета зуб какой-то оттуда снизу донесся такой знаешь эхообразный блин а тут час нича и выскочит блин это всякая звери может жить в таких вот местах не короче тут ничего интересного нет подымаем наверх кирпичи у нас с маркировкой так а вот блять из-за чего тогда вот ответ . трогали слышите их такое и все это в подвал доносилась и вот такой звук меня конечно насторожил мурашки спине побежать ладно движемся дальше чем еще лес где не будет но наши друзья собраты поставку наверно здесь все облазили так что заморачиваться по поводу этого думаю не стоит что это за здание было такое окон нет большого может складского каком помещение было так да там еще на проходной так юрец он себе находку нашел старый телевизор там в дебрих еще есть одно здание заглянем него если очень много много был за не очень много дворик большую часть разобрали на кирпичи на плиты остались только вот штучные экземпляры я уверен только стой нить его интересно вот последнее здание и потом пойдем на проходной а это у нас трансформаторная будка тоже пустая вот здесь трансформатора разбирали кто-то на этом наживился да кто-то наживился здесь кто-то трансформаторы большого размера разбирали вот как кабель толсто жильный алюминиевый посмотрите видите это свежий здесь кобеля до сих пор торчат они алюминиевые смотрите какие толстые где офигеть вонючие алюминиевые и они входят туда смотрите какие офигенно в подвалка он там проходит очень много кабелей смотрите и толстые и тонкие очень много конечно кто копает именно по этой теме и это просто находка ну как они проходят если копать судя по всему здесь вот видите раздолбана и походу жилы вот так вот проходит в этой местности ладно идем дальше так ребят очередное здание здесь она уже такой знаете более менее интересно тем что она буквально пару лет назад существовало все кабеля здесь разрушены здесь вот была центральный пост охраны сейчас глянем посмотрим а вот за окном здание это наверное было все-таки администрационное здание но оно перешло уже владельцем кто купил эту территорию ну и здесь все ничего интересного нет интересно для чего вот батареи из какого металла трансформаторные железные ладно идем дальше на ком-то ответственных дежурных дежурных управа управляющий управляющий назовем таки ответственные дежурные управляющий да доходил юриц что там там еще нету у нас продолжение этого здания вырезать и тут все конец что тут не ученый ладно будем искать продолжение ну там нету да ничего проходит наверно просто электрический не будем трогать может запитан дюрет через окно сиганул я шпалю через дверь но там какие-то свалки бардак и все что интересно закрыто это наверное все таки какой-то склад был автомобильный потому что колеса причем кабеля здесь вон канистры с маслом там видите окошко и там тоже вход двери есть но они что-то глухие зашел и все пусто все пройдем посмотрим где у нас юрец юрец вон ходит по куче мусора да вот это здесь мусор ребята помните вот это вот это было свое время очень модно ухо ей воспоминания воспоминания так это у нас путевки наверно какие-нибудь сейчас посмотрим последние даты какие 94 год вот это да вот это тут макулатуры это блин до чистый планет не чистит по ходу архив я мы глянем чё за архив посмотрим пару бумажек премия 1992 года и фамилии с премиями сколько у нас тут премии ты были штабельный номер зла зарплата за 12 месяцев кто тут у нас больше всех получил вот товарищ проковьево заработок 11 тысяч 965 рублей офигеть по сравнению с другими членами служащими которые здесь были кузьмина людмила 4 300 следующий 843 42 рубля 63 рубля 122 рубля а смотрите сколько какой это зарабатывало 12 ну 12 тысяч по сравнению с другими сотрудниками офигеть начислено премии за год смотрим 10 21 руб 11 рублей 7 рублей 143 рубля и вот это наша госпожа валентина михайловна табельный номер 030 43 премия получала 2020 рублей вот это тетя вот это тетя вуман заработок был больше чем у остальных даже мужского коллектива так и тут у нас много всего очислено это у нас премия год сейчас посмотрим какой так это у нас год птица фабрика жигулевская от 30 июля 1992 года это как раз пошел развал именно местной организации и здесь у нас что суммы в принципе смотрите полмиллиона за первое полугодие рабочим и общей суммы то есть отвал в доходах по итогам за первое полугодие 1992 года рабочие в общем получили премию на полмиллиона рублей стопроцентные 25 процентные кто-то по 10 процентов получал но вот такая вот тут фишечка полмиллиона раздавали сотрудникам девяносто втором году вот это да вот эта фирма получала заработки интересные конечно журнальчик журнальчик премии 92 а если найти журнальчик с премиями например восемьдесятых семидесятых было бы вообще кучеря узнать так 97 даже есть мая 97 97 фабрика как-то еще существовало 96 2004 год здесь можно может быть просто было как бы сельхоз отчеты по производству 94 ну в принципе архив не очень-то такой старенький это нужно всю лопатить вот эту литературу чтобы что-то интересно найти несколько комнатушек закрыты я думаю все закрыты думаю не стоит от у нас еще посадит целая коробка всяких вот контактов смотрите даже перчатки рабочего осталось счет и здесь за контакты были интересны юрец не за счете за контакты были потому что целая коробка здесь распотрошенных каких-то контактов здесь вот не знаю от чего это контакты такие были кто-то потрошил и и довольно таки неплохо наверное поживился ну стоял уже аккуратно зачем ты может человек тоже такой хернёте маска 5 до контакты разбирали пачечки есть только я туда не и да ну вот и тут откроют эту хуйню и увидишь бумагу пачки с бумагу но он видишь как он там куда куда кого армия ладно выходим сейчас с юрцом обсудим кое-какой план дальнейших действий если что-то интересный будет я расскажу дальнейшие наши действия вон там он еще куча было разных блоков их разбирали буквально лет пять назад там прям все по кирпичику разбирали кирпичи промышленных масштабах просто-напросто продавали такая вот история плачевная и итак ребята очередной въезд на эту территорию это уже я не знаю какое по количеству здесь очень много объездов было подхода в территории очень огромная и сейчас мы снова заходим здесь не знаю что здесь было но он там труба стоит и она тоже брошена и ряд вот таких вот зданий сейчас мы зайдем вместе с вами и посмотрим может определим что здесь все таки было здесь тоже было какое-то кпп пропускное двери железная а это деревянная такая знаете старого образца полы деревянные был бы старое здание можно было зашурфиться но смысл здесь все советское здание у нас из красного кирпича возможно это промышленный цех был по обработке мяса возможно конвейер потому что здесь весь населенный пункт который существует сейчас рядом работал практически весь именно здесь на этом месте повторюсь здесь у нас была птица фабрика очень огромная существовала она до развала не этот не котельным было наверно цех был по переработке мяса конвейер или что-то в этом роде не знаю что-то что-то кто нам нужно туда в левую часть проникнуть а именно проникнуть нам надо вот туда сейчас найдем вход конечно вход не оригинальный через окно вот стоп был здесь походу обрабатывали мясо и вся ненужная осуществляли слив вот поэтому стоку беда здесь просто поменялся владелец и он все это развалил буквально за считанные годы развалил куку куку я видел сапог повесил с собой такой жизни нет без понтовый обычный цех никаких было очень-очень много здесь немецкая мотошлем между прочим мотошлем советский да старый цель налитой байкером наверно за радость такой шлем это не этот а это строительный шлем обычный строительство каскада ладно ничего здесь нас не ожидал интересного просто обычный здание брок никому не нужны можно было конечно и приспособить эти здания и в нормальных целях у кого есть деньги можно было сделать какие-то предприятия но все в таком плачевном состоянии ну я бы поспорил бы даже спорить не надо все шатается ну здесь это шатается все вот все здесь из красного кирпича же как вы видите здание из красного кирпича это просто внутренняя обделка да ничего не видно нормально и перекрытие полите там лежат не какая-то фигня плиты там лежат там дальше у нас бетонный завод сделали тоже на этом же существующем предприятии ну да отрывает пиздричество до сих пор куда-то и откуда-то ну может освещение дежурное все таки кто-то может еще и охраняет помещение ладно выходим итак ребят на этом я наверное закончил свое сегодняшнее видео сталк бродили мы сегодня по заброшке а повторюсь это была у нас в свое время огромная птицефабрика в советское время занимала второе место по промышленности мясо птицы вот все это брошено есть некоторые места где в принципе выкупили и сейчас занимаются довольно таки нормальным таким делом вон там у нас находится бетонный там у нас бетон делают позади меня там есть еще которая занимается медиа фирма то есть тоже со всей россии сюда свозят там еще пару организаций которые в принципе нормально развивается ну чем занимается к сожалению я сказать не могу ну сегодня надеюсь на этом и закончу но в будущем есть еще одна такая перспективная зачетное местечко это в свое время была воинская часть ракетная секретная вот на картах она в советское время фигурирует как пионерский лагерь но как-то в свое время я там по детству лазил а там до сих пор у нас имеется ракетные шахты очень много было различного рода микросхемы всякие платы в общем аппаратура была там вся разбитая вот сейчас я даже не знаю уже прошло больше двадцати лет так что не знаю даже очень тяжело будет сейчас найти ну а так в целом как перспектива можно туда съездить в ближайшее будущее если вам понравилось ставьте пальчик вверху буду узнать интересно вам такие видеосюжеты или нет стоит ли мне заниматься таким вот родом деятельности именно сталком так что смотрим пишем комментарии пишите буду отвечать абсолютно всем так что все на этом и все удачи пока 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 пока